Уже ничего его не испортит. Но все равно не нужно соприкасаться с грязью. Понимаете, есть два способа жить. Вот ты, допустим, находишься, грязь вокруг везде, да? Но ты ее всем сердцем берешь или нет? Понимаете, когда человек общается близко, он перенимает судьбу. Почему? Потому что в нем вспыхивает то, что не было до этого активизировано. Близкие отношения опасные. Вот со святым человеком близкие отношения, ты вспыкивает у тебя святость внутри. А если ты с извращенным человеком близко общаешься, у тебя извращенные качества вспыхивают. Поэтому человеку нельзя близкие отношения строить с грязью. Ты пропитываешься грязью. Потом губка, если в испражнениях побывай, ее потом не отмоешь, она все равно будет вонять. Подтверждение. Поэтому учитесь этому правилу жизни. Не стройте близкие отношения с теми, кто пропитан грязью. Стройте близкие отношения только с теми, кто чист. Тянитесь в чистоте, и тогда ваша жизнь будет возвышаться. Вы будете тогда успешными людьми, радостными, активными. Вы будете всегда удачей жить, потому что удача означает соприкосновение с Богом, а не с грязью. Не надо открывать сердце грязи. Не надо все это слушать. Как вот это хорошо. Как прекрасно так жить. Потому что есть три типа знаний. Это тоже знания. Благости знаний. Это знания. Даже четыре типа. Духовное знание. Это тоже знания. Знание это означает, так и есть. Есть еще знание в страсти. Это тоже так и есть. Что такое знание в страсти? Это то, что надо притягивать деньги. Деньги притягивать надо. Знание в страсти. думать о том, как себе и себе хомячить. Это знание страсти. А есть знание в невежестве. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Это знание. Но это знание в невежестве. Это знание же, что работает. Пускай железная пила, знание, но оно в невежестве. Или нравственное знание, счастье не в деньгах. Или страстное знание, счастье не в деньгах, а в их количестве. Это страстное знание, тоже знание. Счастье не в деньгах, это знание? Знание. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Это тоже знание. Понимаете, есть разные виды знаний Их надо различать Если человек привлекается страстным знанием Он теряет свободное время в жизни Он становится напряженным Это плохая судьба? Нет Это просто путь У тебя может быть прекрасная судьба Но у тебя нет времени Поесть, поспать, отдохнуть Пообщаться с близким человеком Ты целыми днями работаешь, работаешь и работаешь Почему ты так много работаешь? Потому что какое-то желание захватило твою жизнь И воплотилось в ипотеку Это желание воплощается в ипотеку Желание Есть маленькие желания Это все раз там мороженое захотел Допустим, я мороженое захотел Это маленькое желание А вот побольше же площадь Это уже не маленькое желание Это надо пахать 15 лет жизни Все Вот это уже другое И зачем тебе это желание нужно было? Зачем ты ему поддался? Это называется страсть Это ты послушал Вот это знание получил в сердце Что тебе нужно больше Жил площади И за это я готов отдать Четверть своей жизни За что? За эту комнату? Ты четверть своей жизни готов за эту комнату отдать? Ты подумай еще немножко Потому что эту четверть жизни ты можешь так счастливо и радостно жить И здесь знаете как бы Здесь еще хуже ведь все Знаете в чем хуже? Хуже в том, что если человек счастливый и радостно живет Ему эта комната достается само собой Потому что он развивается Он повышает свой статус в обществе У него уже другая деятельность Другая жизнь И он легко достигает того Что ему допустим по жизни должно прийти Вот это правильное мышление Допустим если тебе положено Допустим красивая хорошая жена Вот тебе положено есть Радостно развивайся Придет время получишь жену Положена квартира Радостно развивайся Получишь квартиру Но если ты жадность в крае разгубила Если ты в страсть вошел и думаешь Я хочу сейчас Вы не понимаете этого чувства, Олег Геннадьевич Я понимаю Ты потряс этими ключами, да Ты туда заехал, в эту квартиру Но жить ты там не будешь Жить ты будешь на работе Бог подтверждает через ребенка Устами младенца глаголит истина Поэтому, мои хорошие А есть еще знание в невежестве Если человек в это знание попадает То дальше вообще капец полный Дальше жизнь деградация Человек в следующей жизни Рождается животным А в этой жизни он живет как во сне Понимаете? Он ничего не соображает Он все время пьет Выпивает Выпивает И он как в тумане жизни А почему это произошло? Потому что он к этому счастью привлекся Все начинается со вкуса Судьба меняется со вкуса Вкус Счастье Ты почувствовал, что можно просто Спокойно расслабиться и не париться Не надо никого побеждать Ничего добиваться Просто наслаждайся жизнью Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова